Эй, друзья, с вами как всегда Арталаски, и сегодня мы наконец-то затронем тему визуального программирования. Тема эта достаточно интересная и очень простая для новичков. Конечно, бытует мнение, что визуальное программирование не настолько эффективно и производительно, как классическое, но мы сейчас об этом спорить не будем. Тем более, что многие из вас уже успели приобрести плеймейкер по отличной такой цене на Humble Bundle вместе с кучей других очень классных ассетов. Ну, либо на какую-то другую скидку успели, так как без скидки он стоит 75 долларов, а со скидкой зачастую его можно купить всего лишь за пол цены и того дешевле даже. И, кстати, на Humble Bundle сейчас действует еще один клевый бандл по музыке и звуковым эффектам. Всего за 1 доллар здесь можно купить целый набор из 12 ассетов, которые по стоимости выходят на 7000 рублей, даже немного больше. И тут, конечно, есть еще более расширенные бандлы, в которых есть вообще все, что вам нужно. Некоторыми ассетами я и сам пользуюсь. В общем, ссылочку оставлю в описании. Но мы переходим в Unity и ставим сюда плеймейкер. Если у вас в этой вкладке вдруг не оказалось, то можно нажать Ctrl-9, либо воспользоваться вкладкой Windows и выбрать его здесь. Вот оно. Как раз здесь цехит Ctrl-9 сочетание клавиш. Просто вводим в поиски плеймейкер. И так как он у меня уже скачен, нужно просто импортировать его в проект и немножечко подождать. Теперь нажимаем Install Playmaker. И снова импорт. Отлично, плеймейкер мы установили. Переходим обратно в сцену и теперь займемся самим программированием. В описании под видео я выложу ссылку на скачивание таких простеньких ассетов, которые я сделал специально для этого видео. Чтобы просто не с пустыми кубиками работать. Но также нам понадобится еще скачать стандартные ассеты. Это сделать можно опять же через Asset Store. Через поиск их найти очень сложно, поэтому сделаем маленький лайфхак. Введем 3D Kit. У нас появится здесь сразу Unity Technologies. Сюда нажимаем. И вот они у нас самые первые. Скачиваем, импортируем. Все, пол-дела сделано. Так, у нас тут какие-то ошибки. Чистим. Нет, ошибок нету. Все окей. Открываем стандартные ассеты. Персонажи. От первого лица. И поставим самый простенький такой FPS-контроллер. Майн камера мы удаляем. Она нам сейчас не пригодится. Так, и теперь нам нужно подогнать вот этот дробовичок под камеру, чтобы у нас было как в нормальном шутере. А просто перетаскиваем его сюда. Так, сначала распаковываем. Даже просто поместим его вот сюда, прямо на камеру. И двигаем. Пока что выставлю его по нулям. Так, все стоит как надо. Все выровняли. Если мы игру запустим, то видно, что вот сейчас можем прям бегать и бегать. Стрелять мы не можем. Можем прыгать. Но это не наши заслуги. Теперь можем подключать и сам Playmaker. Но если вы хотите научиться реально программировать на C-Sharp и в Unity, а не используя всякое там визуальное программирование, то обязательно заходите на канал к Роману Сакутину, на котором вы найдете много полезных и интересных видео именно по программированию на Unity. А также много интересных и забавных видео про программирование, стримы, блоги, влоги, различный опыт работы над интересными проектами, в том числе и зарубежными. Все это вы найдете на этом канале. Ссылка, конечно же, в описании под видео. А выбираем наш Shotgun. В принципе, вы можете сделать из него что угодно. А просто в этот компонент пишем PSM. Бам. Появляется вот такой компонент. Нажимаем Edit. И, наконец-таки, мы добрались до этого редактора, который, на первый взгляд, ну какой-то там непонятный даже. А тут на самом деле все очень просто. Для начала давайте перейдем в раздел Variables, переменные, и создадим здесь несколько переменных. В этом поле мы указываем имя переменной, а во второй строке указываем ее тип, то есть Float, это значение с точкой Int Integer. Пока что остальные типы переменных нам не понадобятся. Итак, нам нужно указать количество патронов. Это у нас будет переменная Integer, то есть целое число. И назовем ее EmoInMagazine, то есть патроны в магазине. Теперь создадим переменную с типом Float, и назовем ее FireRate. Она у нас будет отвечать за скорость стрельбы. Также мы можем написать здесь подсказочку. Можно здесь писать на русском, я каких-то особых ограничений здесь не заметил. Грубо говоря, скорость стрельбы. Когда мы наводим на нашу переменную с подсказкой, эта подсказка, собственно, появляется. Что касается категории, с этим чуть-чуть попозже, но мы можем сделать отображение переменной в инспекторе, то есть вот здесь. Поставили галочку, и теперь во вкладке Controls у нас появляется эта переменная. Хорошо, сюда мы еще скоро вернемся. Потренировались и хватит. Возвращаемся в State. Теперь мы говорим про конкретно вот это окошко. А сейчас у нас здесь написано Start. И сам этот Start является условием срабатывания перехода, вот эта вот стрелочка и переход, на конкретный State. То есть на конкретную функцию. Грубо говоря, как только игра запускается, срабатывает событие Start и начинается выполнение State 1. Мы его, к слову, можем переименовать. Например, вот так. Создавать State мы можем с помощью правой кнопки мыши Add State. Но есть еще другой способ, который я попозже покажу. Иногда он даже удобнее. А каждый этот State, по сути, это контейнер, в котором будут содержаться определенные действия. Например, перейдем в State idle. Нажимаем Action Browser. И у нас появляется огромный список действий, распределенных по категориям. И также окошко поиска, в котором мы можем начать вводить нужную нам функцию, например, Create. И он нам выдает все функции, в которых есть слово Create. Его, в принципе, можно не закрывать. Оно нам будет нужно довольно-таки часто. Но прежде чем наполнять каждый из State действиями, давайте сначала создадим некий алгоритм. Как я уже говорил, Start срабатывает сразу после запуска игры. Но также он будет срабатывать, если объект отключить и включить. Чтобы это было более наглядно, давайте здесь сделаем... Напишем Lock, Debug Lock. И напишем какой-нибудь текст. И поставим галочку Send to Unity Lock. А здесь можем выбрать, какой формат будет сообщения. То есть просто информация. Либо это будет предупреждение, желтый восклицательный знак. Либо ошибка, красный. Запускаем игру. Переходим в консоль. И видим, у нас здесь появился Debug Lock. Я существую. Если этот компонент... Точнее, если весь этот объект отключить и снова включить, то также срабатывает Start и снова появляется Я существую. В итоге он существует уже целых 4 раза. Они здесь просто стакиваются. Ну и плюс самый первый раз, когда игра была только запущена. Теперь берем State и называем его Shot. Это у нас будет событие выстрела. И также создадим событие, например, перезарядки. Но с перезарядкой пока подождем. Это не так просто. А вот событие Shot мы уже практически сейчас запустим. А также пока что добавим сюда Debug Lock. Сойдет. И теперь для того, чтобы это событие у нас сработало, к нему нужен переход. И к любому событию на этом полотне нужен переход. То есть вот такая стрелочка. А для перехода, соответственно, нужны определенные условия. Это у нас глобальный переход, о котором мы поговорим позже, потому что для понимания это будет не так просто. Поэтому переходим в Выдал. И для начала в Action Browser напишем GetButtonDown. Желательно, даже GetMouseButtonDown. Отлично. То есть это условие, точнее это действие, будет проверять условия, нажата ли определенная кнопка мыши или нет. Например, левая кнопка мыши. SendEvent. То есть какой переход, грубо говоря, запустить. Нажимаем здесь New Event. И называем его так, чтобы было понятно. Ну, например, левая кнопка мыши нажата. Огонь. У нас появляется красное сообщение, ошибка, что у нас нету такого перехода конкретно в этом стейте. Нажимаем сюда, и он здесь создается. То есть то, что мы создали здесь, когда нажали New Event, у нас он просто добавился сюда во вкладку всех ивентов. Мы можем использовать его в абсолютно любом стейте. То есть не только в этом. И сразу говорю, что определенной какой-то привязки по названиям здесь нету. По крайней мере, без нее можно обойтись. Эти названия нужны лишь для того, чтобы вы сами не путались в том, где и какой переход срабатывает. То есть мы можем везде использовать один и тот же переход с одним и тем же названием, но это будет не очень-то понятно, правда? В любом случае у нас здесь еще висит ошибка, вот такой вот исклицательный знак. Потому что нам нужно поставить стрелочку в переход. Для этого мы просто удерживаем левую кнопку мыши на самом вот этом событии и перетаскиваем на нужный нам стейт, то есть на стейт шота. Переходим обратно. И теперь, когда мы нажмем левую кнопку мыши, у нас появится, грубо говоря, переход на вот этот стейт. Давайте посмотрим, как это будет выглядеть. Щелкаем, и у нас появился пиф-пап. Но больше этого не происходит, в чем же дело? Дело в том, что у нас нету перехода от этого стейта, то есть он у нас получается как бы конечным. В этом стейте у нас проверяется условие, то есть нажата левая кнопка мыши или нет. А в этом стейте такой проверки уже нет. Соответственно, хоть сколько раз нажмем левую кнопку мыши, Unity даже не будет проверять, нажата она у нас была или нет. Поэтому возвращаемся обратно, создаем транзишн, можно просто создать финишет, то есть действие закончено. И так же создаем стрелочку обратно. И теперь, так они у нас опять стакаются, давайте уберем стак. Бам, бам, бам. И как видите, у нас снова появляется я существую, я существую, потому что у нас здесь стоит это действие, и когда мы к нему возвращаемся, в этот стейт, то как раз с него и начинается. Соответственно, нам нужен какой-то промежуточный стейт, в котором будет выполняться следующая проверка нажатия кнопки мыши, но не будет лишних нам действий. Я его специально сейчас не удаляю, хоть он нам и не нужен абсолютно, но для наглядности лучше сделать так. Делаем переход сюда, даже сделаем вот как. Оставим идол как есть. Переход мы делаем вот сюда, а вот это условие просто перетаскиваем вот в этот стейт. А отсюда теперь удаляем переход, он нам здесь уже ни к чему. Точнее, нам нужен другой переход. Вот так. Вот, теперь все правильно. здесь создаем и получаем вот такую простую конструкцию. А теперь получается, что как только мы запускаем игру, у нас появляется «Я существую», когда это веское аргументированное предложение выходит у нас в консоль, то стейт переходит в следующий и здесь у нас уже проверяется нажатие левой кнопкой мыши. и обратно сюда она у нас уже не перейдет, потому что у нас нету сюда никакой стрелочки и никакого условия, которое бы сюда вело. появилось «Я существую», щелкаем, пиф-паф, 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 «Я существую», больше не появляется. И как видите, мигают зелененькие стрелочки, что как бы показывает процесс выполнения конкретных задач. Но останавливаться на этом мы, конечно, не будем, а добавим сюда еще количество патронов. То есть прежде чем стрелять, нам нужно проверить, есть ли у игрока патроны к этому оружию. Добавляем «State» и прям так его и назовем. Ну, так получилось просто. «Чек Эмма». Так. И стрелочку теперь снова ведем, но уже вот сюда. Теперь здесь нам нужно сравнивать определенные переменные. Например, у нас здесь «Emo in магазин», то есть это у нас патроны в магазине. В магазине не в котором мы покупаем патроны, а именно которые крепятся к самой пушке. И более того, в данный момент даже давайте добавим приставочку «Cur», то есть как бы сокращенно «Current». Я пока напишу здесь 7, почему бы нет. И создадим еще одну переменную, также «Integer», так как нам нужны целые числа. «Emo патрона» «In Magazine Max». То есть сколько всего патронов у нас может быть в магазине. Например, также 7, то есть всего 7 патронов это потолок. Так, а здесь у нас не сохранилось. Вуаля. Если мы хотим, чтобы у нас оружие было изначально разряженным, нам можно его сделать просто здесь на нуле. Но либо мы это можем сделать в «Идл», то есть как только мы его подбираем, здесь сразу ставим условия. Давайте даже сейчас и поставим «Set Integer». «Set Int» просто. Вот так. Здесь выбираем «Emo in Magazine Q» и ставим 0. Галочку на «Every Frame» ставить не будем, потому что «Every Frame» это каждый кадр, то есть даже не каждую секунду. В секунде у нас тут грубо говоря будет 60 кадров, ну или 30 поначалу. Соответственно это действие у нас выполнится 30 раз за секунду, а может и 60, а может и больше, смотря сколько кадров у вас в секунду в самой игре. Но нам нет смысла делать это действие сотни раз подряд, достаточно всего лишь одного, поэтому галочку здесь ставить не будем. И пока что просто выключим, то есть это действие у нас как бы существует, но выполняться оно не будет. Это очень удобно для отладки. Возвращаемся в чек хмо и нам теперь нужно сравнить переменные и сравнить нам нужно тоже int. Нам нужно узнать, если в магазине больше нуля патронов, мы стрелять можем, но если патронов ноль или меньше одного, то соответственно мы стрелять уже не сможем. Поэтому вот у нас переменная, которая отвечает за количество патронов в магазине в данный момент и второй интеджер это вторая переменная, с которой мы будем сравнивать. В данном случае это ноль. Equal это равно, то есть если здесь переменная будет у нас равняться нулю, то это будет одно событие. Например, событие Not Shot Shoot Сразу его сюда добавляем. А если меньше нуля, это у нас событие не сможет произойти, потому что у нас будут ограничения, а вот больше нуля мы стрелять уже можем. Здесь также нет никакой необходимости проверять каждый кадр, потому что это условие будет проверяться по каждому щелчку мыши левой кнопкой. И теперь вспоминаем про нашу перезарядку. Если мы не можем стрелять, то переходим на событие перезарядки. И здесь пока просто тоже ведем Lock. Пойдет. Так. И как вы уже наверное запомнили, нам нужно событие, которое вернуло бы нас обратно. Вот сюда. Для удобства поместим его повыше, чтобы в этих стрелочках не путаться. А событие Shot, когда у нас патронов достаточно, то есть больше нуля, уже приводит к выстрелу. Давайте также здесь дебаглок, чтобы мы знали, что он у нас реально проверяет. Но теперь в событие Shot нам нужно добавить само действие, то есть при каждом выстреле количество патронов будет уменьшаться. здесь у нас уже будет int operator уже язык от них заплетается. Выбираем опять же нашу первую переменную и здесь указываем сколько патронов у нас будет вычитаться. У нас собственно одна пуля вылетает, значит один. Operation add это добавить, subtract это вычислить. Ну грубо говоря минус. multiply умножить, 2 это разделить, min это уже пошло сравнение, то есть выберется минимальное из этих двух значений и max наоборот максимальное. Нам нужен subtract и эту переменную мы сохраним саму в себя, то есть она сама из себя вычитает и сама себя сохраняет. Уже такая конструкция у нас есть. И теперь давайте посмотрим как раз сколько у нас патронов сейчас здесь у нас 7 запускаем игру щелкаем пиф-паф патронов уже 6 пиф-паф патронов 5 щелкаем 7 раз все у нас 0 патронов перезаряжу перезаряжу но на самом деле он конечно же ничего не перезаряжает потому что не все так просто закрываем нашу игрушку кстати сохраняем перезаряжу патронов мы уже будем проверять есть у нас в инвентаре группа говоря патроны которыми мы можем зарядить нашу пушку поэтому нам нужна еще одна переменная опять же интеджер m in inventory бах ну пусть у нас их будет 14 и также пометим отображение в инспекторе но мы совсем забыли про файл рейд то есть наша пушка сейчас может стрелять блин по 100 раз в секунду заданием здесь значение 0 0 2 пусть таки медленная пушка так и соответственно нам нужен еще один стейт который будет выдерживать эту паузу а сделать это очень просто после шота как бы логично после выстрела пауза правильно добавляем еще один стейт назову его просто wait мол подожди пауза стрелочка сюда и wait пишем также сюда промахнулся и здесь в time нажимаем вот эту штуку и теперь мы можем не вручную написать а выбрать переменную и выбираем fire rate то есть которую мы здесь как раз указывали 0.2 finish event finished добавляем и real time будет указывать на как бы реальные секунды то есть у нас это будет 0,2 секунды но тут уже смотрите как вам удобнее будут ориентироваться это не принципиально возвращаем стрелочку сюда организовываем так чтобы нам самим было все понятно а в перезарядке тоже добавим небольшое действие int operator а мы в наш магазин добавим максимальное количество патронов которые в нем может содержаться опять же это очень упрощенная перезарядка без всяких математических вычислений ну просто чтобы не терять на это время и сохраняем мы это тоже в emmo in magazine кур но при этом из нашего инвентаря так сказать мы вычитаем те же 7 максимальную нашу те же 7 патронов и сохраняем это самого себя такая уже простая конструкция получилась но тем не менее вполне играбельно давайте посмотрим запускаем чтобы прям пушечку было видно во нажимаю раз и в пав пошел так почему-то инверсия пошла точнее она и была это в принципе легко поменять то есть вот я сейчас прям сильно щелкаю но как видите он не прям мгновенно получается не прям мгновенно выстреливает и он уже даже перезарядиться успел перезарядился он мгновенно но не хорошо чтобы это исправить давайте в события перезарядки добавим еще одно действие wait то есть подождет подождет он допустим 2 секунды реального времени и как только этот таймер истечет начнется выполнение перехода finished оп но также это можно сделать переменной например нажимаем вот здесь и создаем новую переменную reload time переходим в reels у нас создалась переменная в нужном нам типе float это кстати очень удобно ставим здесь пусть даже полторы секунды а чтобы это было именно секундами нам нужно здесь ставить галочку на real time и также я думаю fire rate можно немножечко увеличить поставить например на единицу на все правильно я уже поменял но не снял и посмотрим что у нас теперь получится здесь у нас 14 патронов в инвентаре и 7 патронов на самом дробовике как бы в магазине щелкаем 5 4 пиф паф так пошла перезарядочка точнее сейчас у нас 0 патронов но как только мы нажмем еще раз бах пошла перезарядка ждем 2 секунды и возвращается из инвентаря у нас убралось 7 патронов как мы здесь и указывали и добавилось 7 патронов уже в сам магазин мы их снова можем тратить так большой файеррейт но как раз для этого вида оружия самое то отлично опустошили инвентарь и давайте сразу здесь поставим один патрон оп пошла перезарядка и у нас здесь стало минус 7 патронов то есть это уже небольшой косячок у нас нету никакого условия которое ограничивало бы такой исход событий но обо всем этом уже в следующем видео в котором мы действительно заставим его стрелять добавим звуков немного эффектов и если вам это интересно обязательно пишите в комментариях вообще даже любой самый глупый комментарий очень сильно поможет продвижению этого видео поэтому не стесняйтесь ставьте лайки и пишите комментарии это очень важно чем больше будет просмотров тем чаще будет выходить видео именно вот такие вот обучающие по юнити ну а с вами как всегда был арталаски надеюсь это видео действительно вам понравилось напоминаю что скачать материалы для урока вы можете по ссылке в описании ну а я с вами ненадолго прощаюсь пока по-руссу-минь 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 по-руссу-минь